Девушки отдыхают Я буду за ней ухаживать и сделаю с ней домик для цыпы О, да это же последняя овощ на огороде Я её сам выращу и сделаю супер маску на Хэллоуин Только бы никто из наших не узнал И здесь совсем нечем заняться Некуда носить мои прекрасные платья Ой, тыковка какая хорошенькая Никому не скажу А когда она вырастет, сделаю из неё шкаточку Это кто термометр свернул? Вечно срывают мою научную работу О, это же кукурбита витамина Тыква витаминная Хэ, надо изучить её поподробнее И представить на биологической олимпиаде Главное, чтобы никто не помешал Малыш, ты что здесь делаешь? Я тыковку выращиваю, это будет домик для цыпы Выращиваешь? Мою кукурбиту витамину? Чем больше я насыплю удобрений, тем быстрее вырастет моя супер маска Стой! Она же погибнет от такого количества фосфора А вы что здесь делаете? То же, что и ты Тыкву растим Маленькая, ты, наверное, мерзнешь здесь одна ночью Ха-ха-ха! Роско! Овощи шапочки не носят Ну, а ты что хочешь сделать из моей тыквы? Твоей? Это моя шкатулочка Все знают, что тыквы выращивают для Хэллоуина Я занимаюсь научной работой А вы какой-то ерундой Но я первый нашел тыковку Это домик для цыпы Ага! Я так и знала, что вы что-то замышляете Что у вас здесь? Заговор? Ограбление? Тыква? Вы что, выращиваете тыкву? Ну да, для Хэллоуина Это домик для цыпы Нет, моя шкатулочка Стойте, давайте сделаем так Мы все вместе выращиваем тыкву А затем на общем собрании Находим для нее лучшее применение Согласны? Да! Играет музыка Дети, завтрак Сегодня каша Очень вкусная Тыквенная Мамочка А где ты взяла тыковку? Соседка поделилась У них такой урожай Что им самим и не съесть А у нас на огороде Совсем ничего не растет Правда, вымахала одна тыква Такая огромная Да вон, можете посмотреть Дедушка ее сегодня На выставку фермеру повезет Смотрите, какой ваш дедушка молодец Какую большую тыкву он вырастил Можете мной гордиться Он так счастлив Наверняка грамоту получит Да, он прославит нашу фамилию Это ведь самое лучшее применение Для тыковки Правда? Сначала сорняки Дружок, слезай! Слезай! Генка меня первой обещала Плавить по воздушной магистрали Слезай! Кто не успел, тот опоздал Поехали! На старт, внимание Марш! Мамочки! Нелетная погода Я, пожалуй, пешком поползу Я тоже Что? На речку собрались? Правильно Настоящий капитан Покоряет океан Только вот Сначала сорняки Выполыть надо А то ведь две руки хорошо А А восемь лучше А я за грибами Надеюсь, им сегодня не повезет Значит, сорняки Средства от сорняков Раз И готово Ага Струсил Лопоухий Сорняковая печаль Сорняковая печалька Хе-хе-хе-хе А-пси Ура! Супаться! Ура! Какой же ты, Геночка, умный Ха-ха-ха Это еще что Видела бы ты, как я расправился с бациллами на уроке химии Даже учительница испугалась Не может быть! А Пупия ложно дур Что? Единственный в мире сорняк У которого наблюдаются признаки интеллекта пятилетнего ребенка Глупында! А средства от сорняков действуют на него наоборот Он начинает расти в геометрической прогрессии Что теперь дедушка скажет? Может, не заметит? Чтобы избавиться от этого ложного дура, надо пробраться в сердцевину сорняка и вырвать его центральную тычинку. Ну а по краям тычинку охраняют три хищных цветка. Вот это да! Сможете их отвлечь? А я вырву центральную тычинку. Я тебя породил, я тебя и уничтожу. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу! Урагенка очнулся! Насу напугал! Как ты себя чувствуешь? Вроде нормально. Тогда на речку купаться! Сначала сорняки. Выдрать все до единого. Алло, сынок! Суши якоря! Срочно приезжай! Тут все дети заболели! Да, все сразу! Представь! Пропалывают грядки в огороде! Я их все лето пытался полоть заставить! А тут сами побежали по первой просьбе! Давай быстрей! И скорую вызови! А лучше две! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное терпение Дружок, дружок! Ты на рыбалку собрался, а меня возьмешь? Ну, пожалуйста! Давай, малыш, пойдем! Я тебя рыбачить научу! Ура! Малыш! Слушай, первое правило рыболова! На рыбалке говорят тихо! Лучше шепотом! Хорошо! Молодец! И имей в виду, завтра подъем в пять утра! Ага! Дружок, а почему ты тут спишь? Чтобы утром будильником никого не разбудить! Так что иди давай! Я тебя разбужу! Дружок, а я удочку правильно выбрал? Ты без меня удочки не трогай! Это! Рыбу завтра без меня не вытаскивай! Пока не научишься! Хорошо! Дружок, а вдруг ты забудешь меня разбудить? О, малыш! Знай, что главное на рыбалке! Рыба! Удочки! На рыбалке главное – терпение! Иначе ничего у тебя на рыбалке не получится! Ой! О-ой! Что-то тут не клюет! Пойдем в другое место! И тут не клюет! Пойдем за камыши! И здесь не клюет! Пойдем дальше! Дружок, а может надо потерпеть, пока начнет клевать? Нет, малыш! Надо потерпеть, пока мы найдем место, где будет клевать! А у тебя клюет! Началось! Смотри, малыш, и запоминай! Подтягиваем леску рыбочками потихонечку и тянем! Ай! Ой! Малыш! У тебя клюет! Не шуми! Сам же говорил! Оставь меня! Тяни рыбу! Я же не могу без тебя тянуть рыбу! Надо же! Какая нетерпеливая рыба попалась! Ладно! Раз здесь клюет, остаемся! Не клюет? Не клюет! Не клюет! Дружок, у меня клюет! И у тебя клюет! И у нас клюет! Что мне делать, дружок? Шуметь нельзя! Рыбу доставать нельзя! Главное терпение! Потерплю, пока дружок проснется! А как хочется поймать рыбу! Как же я так заснул! Весь день прошел, а мы ничего не поймали! Малыш, почему ты меня не разбудил? Я будил! Ты не просыпался! А хоть клевала! Еще как клевала! Так клевала, что я прям... Но я терпел, пока ты не проснешься! Малыш! Терпение, это, конечно, важно! Но рыба на рыбалке, это тоже важно! Важнее, чем терпение? Дружок, я тебе признаюсь, я не утерпел и ловил рыбу сам! Ничего себе! Вот это улов! А это ты как поймал? Как ты показывал, тянул-тянул! А потом, как дернул! Здорово! Ну, пойдем домой, покажем всем, какие мы крутые рыбаки! Хе-хе-хе! 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 разочек помоги сделать домашку по математике сказал нет значит нет никогда . сочинение сдавать когда будем писать ничего мы не будем занят я пусть сначала мне с математикой поможет а сочинение гена расскажешь конек горбунок что обещал так а может теперь от меня отстанете лучший учитель по всем предметам внимание внимание начинаются испытания лучшего учителя сокращенно луч программа создана под корпус пылесоса работает на батарейках а ну и сестное школьную форму не носим так мы же дома дома они никакой дисциплины ладно давайте знакомиться лучший учитель по всем предметам иван карлыч сокращенно лучик ну с чему учить будем и 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 У Земли значит спутник Сатурн? Честное слово, я лучше него планеты знаю Генка, мне твой луч домашку вчера сделал по математике Всё неправильно, опять двойка А мне за сочинение целых две двойки поставили Мало того, что Иван Карлович в литературе ничего не понимает, ещё и ошибок наделал Я ещё вчера заподозрил, что никакой он не учитель Ну я ему сейчас Жар-птица его и спрашивает, конёк-горбунок, что у тебя в горбу? А он ей вода, а у тебя пикивая или из-под крана? Из-под крана, значит, самозванец Я! А кто сделал тридцать орфографических ошибок? А по математике ни одного верного решения Что же ты, Иван Карлович? Ну-ка, иди сюда, гениальный учитель Голову нам морочил! Догонялки! Не трожьте! Я буду жаловаться министру образования! Я тебе сейчас пожалуюсь, шарлатан! Попался? Отключайте его! Бедный я, несчастный! Не видать мне моей мечты! Мечты? Я был программой уборки Но потом в меня забрался вирус И его удалили вместе с моими знаниями А я всегда мечтал быть учителем Вот и решил попробовать А меня Отключать Ребят, им так грустно Да-да, и одиноко Но если вы мне поможете Скоро я смогу стать настоящим учителем Геночка, подтянешь его по предметам? Пожалуйста! Так и знал Что этим закончится Проявить смелость Малыш, не трогай, плёнку засветишь Так, вам понадобится специальный бачок Реактивы Нужно было на цифру снимать Бац, готово И наматывать плёнку на бобину в полной темноте Ух ты, пух ты И где мы полную темноту возьмём, интересно? Я знаю, на чердаке Молодец, малыш Ага, а откуда бачок возьмётся? Тоже на чердаке Я видел, такой зелёненький за сундуком Неси сюда Посмотрим, что там за бачок Также для проявки фотоплёнки вам необходимо Раз, два, три, четыре, пять, шесть Ну, застрято Ну, давай уже Думаю, хватит Ну вот, ещё за реактивами тащится Малыш, ты чего? Малыш, ты чего? Что случилось? Там привидение Что? Привидение там, на чердаке Глупости какие Малыш, привидений не бывает Это всё сказки Не сказки Я сам видел Самое настоящее, большое Ну, ну Пойдём Посмотрим на твоё большое Настоящее Физа, стой Туда нельзя Оно злое Страшное Не ходи туда Нет там никого Сейчас сам увидишь Ты что? С ума сошёл Отпусти Не пущу Лиз, да ладно Не ходи ты на этот чердак Вдруг там и правда привидение Чего? Ааа Ну, да-да Точно Не пойду Малыш, не волнуйся Никто на чердак не пойдёт Успокойся И плёнку проявлять на чердаке не будем Конечно, не будем Ванной проявим А мы сейчас мультик включим И посмотрим все вместе Твой тайный помощник Ура! Да здравствует Лунтик Нет, это ошибка Пойдём реактивы покупать Пока он мультик смотрит Тайный помощник Это не Мунтик Это Кто-то другой Кто-то починил мостик Через... Давайте Ой, ушли Роза, Лиза Можно ещё серию? Роза, Лиза Вы где? А если? Нет Не может быть Они же обещали Розин Ой Ушли на чердак Роза Лиза Мама, папа, привидение украло моих сестренок Не пришли еще? Что делать? Мне страшно А сестричкам еще страшнее Я должен их спасти Отпусти моих сестер Все равно я синяя Верни розу И внизу, и уходи Малыш, что происходит? Ура, я победил привидение Спасибо тебе, малыш Ты очень смелый Да, спасибо Ну как, скажи здорово Ты плава Пленка есть пленка Привидение Девочки, не бойтесь Я с вами Ты очень смелый, малыш Воздухоплаватель Генка, дедушка отдал старые газеты Забирай Отлично Зачем они тебе? Маски будем делать Технология папье-маше А это что? Академия воздухоплавания О, дедушке письмо Нераспечатанное Ямба-карамба Знаете, что это такое? Это письмо, дедушка Это моя несбывшаяся мечта Когда-то я мечтал подняться в небо на воздушном шаре Подал документы в Академию воздухоплавания Но письма Все не было и не было И я ушел на флот юнгой А на следующий день, оказывается, пришел ответ Что я принят в школу юных воздухоплавателей Эх, задержись я на один денечек Бороздил бы бескрайние облачные выси Не переживай, дедушка Мы большой воздушный шар надуем И будешь пороздить Эй, синица, эй, комар Полезай в воздушный шар Полетим мы над землею Над ракетой и травою Всему миру закричим Мы на шарике летим Дедушка, я тут в интернете видео скачал Про кругосветный полет воздухоплавателя Белкина-Стрелкина Посмотри, ты так же полетишь Это что, я так же полечу? Ну да Все отменяется Что? Белкин-Стрелкин уже летал А я что, повторюшка? Суши весла, дедушка остается Дедушка, ты не переживай Мы тебя выше запустим Никто еще так высоко не летал Дедуля, мы во всех социальных сетях написали Что ты полетишь на воздушном шаре Да, уже весь голод знает Вы приняты в школу юных воздухоплавателей Юных Я ведь уже не юноша Гена, внучок Тебя к телефону А я тут твой воздушный шар проверяю Если все в порядке, то завтра уже полетишь Алло, я слушаю Алло Не рвется Ничего не слышно, перезвоните Я подожду А я это тут Тренируюсь Перед полетом Надо спасаться Дедушка, ты как раз вовремя Для полета все готово Мои милые внуки Я вас всех очень люблю И не могу прожить без вас ни одной секундочки Поэтому я в небо не полечу Как? А вот так Не могу без вас и все тут Дедушка, подожди Ребята, нельзя, чтобы дедушка из-за нас отказался от мечты Кто летит вместе с ним? Я Как красиво Чудесный вид Здорово, правда, дедушка? Дедушка, ты рад? Мне страшно Мне не страшно Как же это здорово Ура! Сбылась моя мечта! Ура! 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 Я воздухоплаватель! Ура! Аленький цветочек Дети, идите в гостиную Папа привез вам подарки Ура! Ура! Спасибо! Ты такой добрый Вот это вещь, я понимаю Бинокль А тебе, малыш из командировки Я привез сразу два подарка Зайчика И книжку Аленький цветочек Ух ты, пух ты Потому что завтра Ты именинник Ну вот А мы до сих пор не решили Как завтра малыша поздравлять будем Придумала Спектакль Аленький цветочек Точно! Лизка Ты голова Будем делать декорации Смотри Это купец из командировки вернулся А подарков сколько привез Прямо как наш папа А это цветочек Аленький Для младшей дочки Ой Этот цветочек купец у чудища без спроса взял И теперь чудище хочет его погубить И отправилась Алёнушка в лес к зверю лесному Чтобы спасти отца от гибели неминуемого Малыш Ты ещё не спишь? Всё, всё Завтра дочитаешь Спокойной ночи, солнышко Да-да Подарок, что надо Малыш в восторге Завтра? Ой, не спрашивай Прямо не знаю И не говори Никакого спасения Никакого спасения? Чему быть Того не миновать И говорит зверь лесной купцу Никакого тебе спасения Папа, папа Ты что, эту книжку у чудища взял? И теперь грозит тебе гибель неминуемая Нет, папа Я вместо тебя к чудищу пойду Если бы не я, вы бы пооспали Тихо Ты петицию сорвёшь Прощайте, мамочка с папочкой Может, я не вернусь от чудища мохнатого Зато папу спасу Ух ты, пух ты Лес вырос дремучий Ха-ха-ха Ой, мамочки Я самая настоящая кикимола болотная У-ху-ху-ху Я кикимола Всем кикимолам кикимола Самая кикимолистая кикимола А вот и лешед ей мучий явился Привет, кикимора Чую, не одни мы здесь Кто это к нам пожаловал? А давай его поищем Давай Ха-ха-ха Ха-ха-ха Чужой кто-то рядом Все равно пойду чудище искать Чтобы папу спасти Где же? Где тот купец? Что взял у меня цветочек мой аленький? Обещал мне вернуться Здравствуй, чудище лесное Я пришел вместо папы моего Не губи папу Лучше меня погуби В чем дело, малыш? Сейчас мой выход Ты что тут вообще делаешь? Ну вот, пропал сюрприз Малыш, ну какое чудище? Это же просто сказка Ты говорил, никакого спасения Чему быть, того не миновать Ну да, говорил Так это про работу Я же в шутку Про сложный отчет А ты подумал Спасибо тебе, малыш Что хотел меня чудище спасти Папа, если тебя и от работы надо спасти Ты скажи, я готов И я готов! И мы! И мы! Острый сюжет Ни одной толковой строчки Я бездарная Лизочка, успокойся Ну зачем ты из-за ерунды так мучаешься? Это не ерунда Это конкурс юных писателей В остросюжетном жанре Вот, очень даже острый сюжет Наша Лизка талант Ничего ты не понимаешь Я должна прочувствовать героиню Погрузиться в действие Ну о чем я с тобой разговариваю? Значит почувствовать, погрузиться Ага Ну что ж Устроим ей настоящее погружение Эй, ты чего? Тихо Так, ага Да что случилось-то? Так Очень плохая слышимость Нужно сократить расстояние Воска, расскажешь наконец в чем дело? Я не совсем уверена, но кажется Алло, алло Служба безопасности Спасите! Меня преследуют Хотят ограбить Понимаете? Я изобрел лекарства от всех болезней Алло Да-да Это величайшее открытие Хотят украсть Да К вам? Хорошо Еду Да, понял Жди меня Я скоро Только никому не говори Это очень опасно И что это было? Эй, кто там? Кто здесь? Ах Этого еще не хватало Ты уверен, что дома никого? Абсолютно Иди за мной Спокойно Алло Алло Полиция Полиция Кабель Обрезали Сейчас кого-нибудь позову И мы их обезбредим Вот оно Нашел? Не успею Ну держитесь! Вы арестованы Генка Роска Вот это номер Так это что получается? Вы меня Разыграли что ли? Лиз Ну мы же тебе помочь хотели Для твоего же конкурса Точно! Конкурс! Ну, очень крутой блокбастер! Стоп! Больше ничего не говорите! Лиза! Я поняла! Я знаю, как писать! Я чувствую! Эй, а мы? Ликуй, народ! Ваша сестра – талантище! Первое место в остросюжетном жанре! Следующий конкурс – любовная лирика! Это будет моя вторая победа! Осталось только проникнуться чувствам! Нобелевская премия присуждается Геннадию Барбоскину за достижения во всех науках! Ура! 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 Василёк! Василёк! Мой любимый цветок! Василёк! 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 Мой любимый цветок! Василёк! Василёк! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Привет, Роза! Что ты там делаешь? Привет! Двор украшаю! Кто же так украшает? Цветочки – это вчерашний день! Придумала бы композицию из необычных предметов, чтобы было красиво! А цветочки разве не красиво? Ну ты даёшь! Это же полное отсутствие вкуса! Не волнуйся, Роза! Я тебе помогу! Да я и не просила! Так, это подойдёт! А это для Розы слишком сложно! Роза, я тут подобрал тебе литературу на первое время! Вот, уникальные образцы дизайнерского мастерства! Трёхэтажный велосипед! Комната в форме шара! Учись, Роза! Знаешь что, Гена? Я просто пыталась украсить двор цветочками! Подожди, подожди! Есть у меня одна старая идейка! Это что? Не видишь, что ли? Это ракета! Мы поставим её вместо твоего цветка, и у нас будет супер-мега-дизайн! Ха-ха-ха! Лучше уж я буду дальше сажать цветочки! Цветы? Это банально и скучно! Я прав! Я это докажу! Нет! Я права! И я это докажу! Ну, как? Не нравится! Вот где красота! Ах, так! Вот оно! Дизайнерское решение! Вот тебе супер-мега-дизайн! Я это так не оставлю! Дизайнерское решение! Вот и украсили двор Я же тебе говорил Это я тебе говорила Ой, а что это вы тут делаете? А как эта игра называется? Ничего мы не играем Я хотела цветочками двор украсить А Генка со своим мегасамолетом Это вовсе не самолет, а символ Даже малышу понятно А ты не говори за него Давай лучше спросим Малыш, что лучше, цветы или какая-нибудь ракета? Не знаю Цветочки красивые А ракета тоже интересная Так, а что лучше-то? Мне все нравится Роза, слушай А может быть он прав? В смысле, что мы с тобой оба правы? И нам совсем не обязательно спорить? Выходит так Пусть каждый по-своему двор украшает А еще лучше Вместе Василек, Василек Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля А где арбуз? Мама же только что купила Дужок опять все один слопал Ни одного кусочка нам не оставил Это печально Мой брат и такой эгоист Обжела он Вот я ему Боюсь, физическая сила не поможет Но перевоспитать его действительно необходимо Хм, а что если методом тонкого воздействия Вызвать у дружка эмоциональный отклик? Что? Очень просто Берем какое-нибудь животное Например, крокодила И различными способами развиваем в дружке Любовь и сострадание к бедной рептилии Если он начнет заботиться о крокодильчиках То о нас и подавно Фу, какие они противные Не важно, план такой Привет Ты вкусненько на крокодильчиках сдавать будешь? Чего? Ты что? Не слышал про несчастных африканских крокодильчиках? Из-за сильной жары и недостатка пищи Их вид на край неисчезновения Мы собираем для них гуманитарную помощь Мне это снится? Или ты на самом деле бредишь? Не хочешь, как хочешь Наши все сдали Просто у кого-то доброе сердце А у кого-то не очень Отправлять фрукты и сладости каким-то крокодилам? Да я лучше сам все слопаю Дружок, тебе повезло! Генка, а я тут это, смотрю фрукты Думаю, может для меня? Тебе повезло, потому что ты попал на представление, которое изменит всю твою жизнь Сегодня ты увидишь историю одного дня несчастного африканского крокодильчика Опять вы про этих крокодилов? У вас что, заело что ли? Подожди, дружок Это не только про крокодильчиков Это еще и про футбол Про футбол? Ну, тогда ладно В один солнечный день Маленький африканский крокодильчик Решил поиграть в футбол О, мой мяч! Разбежавшись, крокодильчик пустился со всех ног В атаку к воротам противника В атаку это правильно Сначала он побежал на левый фланг Потом на правый Потом вышел в центр И вот, пора бить поворотом Сильнее бей! Крокодильчик со всей силы размахнулся ногой и... Ну! Упал! Как упал? А как же гол? Да, упал Потому что крокодильчик не ел и не пил уже несколько дней Да ладно вам! Гол бы забил, а потом падал Ну, давай, Лизка, вставай! А он мог бы забить этот гол Если бы поел Но один нехороший пес Съел все сладости И ни с кем не поделился Кажется, подействовало Братья и сестры Простите меня, пожалуйста Раньше я был жуткий эгоист И не думал о других Но теперь я исправился И чтобы доказать это Я буду заботиться о братьях наших меньших Африканских крокодильчиках Но не на расстоянии А лично они будут жить у нас Куда вы? Да я ж пошутил Я вас угостить хотел Ну, ничего Потом попробуйте ДИА, ДИА, Мистер Бодрусия ДИА, ДИА, Мистер Бодрусия